МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На ограничения движения транспорта в ряде районов Одессы не обошлись минувшие выходные без ДТП. Их зарегистрировано 23, в том числе 7 с пострадавшими. Задержаны 17 человек, севших за руль в нетрезвом состоянии, сообщают в патрульной полиции. Два человека пострадали в ночных авариях. На фонтанской дороге водитель «Жигулей» сбил женщину на пешеходном переходе. 59-летнюю пострадавшую госпитализировали. Часом позже на пересечении улицы Старопортофранковской и Большой Арнаутской столкнулись «Ниссан» и «Мопед». 19-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы и был госпитализирован. Каким бы жарким ни было лето, вслед за ним придут осенние и зимние холода. И, следовательно, наступит отопительный сезон, готовиться к которому необходимо за годы. О том, какие работы уже завершены, а какие еще предстоит сделать, говорили на аппаратном совещании в мэрии. На сегодняшний день к отопительному сезону подготовлены 87 из 140 котельных. Отмечалось на аппаратке. Отремонтировано и поверено 5654 единицы контрольно-измерительных приборов при плане на ремонтный период 6452, то бишь 88%. Произведены теплотешнические испытания 17 котлоагрегатов из 19 запланированных в этом году. Отремонтировано 153 центральных тепловых пунктов из 223 запланированных. В полном разгаре работы по ремонту теплотрасс на ряде улиц города. Завершить их планируют к 10 октября, говорят профильные специалисты. К коммунальным предприятиям ДКО Одессы ведутся работы по реконструкции тепловых сетей за счет средств, выделенных из городского бюджета. Проводится реконструкция участка тепловой трассы по улице Пастера, от улицы Старо-Портофранковская до городского сада. Общая протяженность данного участка тепловой трассы составляет 1423 метра. Точно так ведется по улице Пастера, ведется по улице Базарная и начатые работы по улице Мечникова. После работ по ремонту теплотрасс необходимо сразу же приводить проезжую часть в надлежащее состояние. Такое указание в ходе аппаратного совещания дал городской голова Геннадий Труханов. Одесский архив остро нуждается в дополнительных помещениях для хранения своих многотысячных фондов. А принимать новые документы архивисты не могут уже несколько лет. Острую тему обсуждали в понедельник на аппаратном заседании в облгосадминистрации. В рамках доклада о работе архива за первое полугодие 2017 года Лилия Белоусова еще раз подчеркнула, резонансный вопрос касается не просто помещений архива. Его решение это сохранность исторического наследия не только Одесского региона, а всего Причерноморского края. Государственный архив Одесской области – один из самых больших и известных архивов Украины. Сегодня здесь хранится более двух миллионов дел, документы самых ранних из которых датируются XVI веком. Вместе с тем принимать новые документы в свои фонды в полном объеме архив на сегодняшний день просто не в состоянии, говорят специалисты. Главная причина – в отсутствии современного оборудованного комплекса, который бы не только вместил все документы, которые уже хранятся в фондах архива, но и дал возможность пополнять его. Пока же предложенные варианты решений не соответствуют ни задачам учреждения, ни законодательству Украины. Фонды и документы архиву сберегаются в трех местах. У двух будивлях Одессы по улице Жуковская, 18 и по улице Параговская, 29, и в коммунальной установке Измельский архив. Главный корпус по улице Жуковская, 18, площадью 2788 квадратных метров, колишняя Бродская синагога, вызвана аварийною с 1988 года. Корпус номер 2 по улице Параговская, 29, колишний партархив 2949 квадратный метр, эксплуатуется с 1972 года, потребует модернизации. Ви бачите, такие картинки дивные и очень сумные, когда протекает дах, опаление недостатнее, система климат-контроля отсутствует, заполненность архивостковых 110% и Национальный архивный фонд требует перемещать, потому что там после снегопадов и дощей просто калюжи. И в 2016 году было выделено 380 тысяч на капитальный ремонт, маэстральные теплотрасы и внутренние системы опаления, однако необходимое утепление стин, потому что это бетонное примещение и надзвичайно некомфортные умови працівникам архиву. Я уже не говорю про то, что этот будинок потребует капитального ремонта, и вот станет решение проблемы. Головный корпус по улице Жуковская, 18. Рек тому введенный и был подарен Одесской религиейной и идейской громады Хабад Шамрей Шабос. Для перемещения архива сессия Одесская областная рада приняла решение про добудову девятиповерхової прибудови площадью 1695 квадратных метров до такого корпуса на Пироговске, 29, который тоже потребует капитального ремонта. И мало того, что площадь архива уменьшается больше, чем на 1000 квадратных метров, загальна потреба архива на сегодня становится 12 тысяч квадратных метров. Виникает вопрос, каким же чином вы решаете это вопрос? И вообще, прибудовая, на которую вытрачены деньги и на этот проект, ее вообще не можно вважать сучасным, сучасным домом для архива. Это морально застарелый проект, который создан, ну, как знаете, за радянских временах его таки будинки будовали, и то набагато краще. Тут не врахованы взагалі ніякие потреби архиву, навіть по радянским нормам. Мировые стандарты в создании современных архивных комплексов, по словам Лилии Белоусовой, предполагают не только наличие пространства для хранения фондов, но и развитую инфраструктуру в целом для комфортной работы с документами. И вот, яка мае бути инфраструктура в архиве в целом. Сучасное сприйняте архиву, как науково-информаційного культурного центра, предпочитает целый комплекс сервисных послуг, которые пропонуются зарубежными архивами. И по этому шляху и мы должны идти. Это наявность конференц-залей, выставка музейных комплексов, кинозалей, место паркувания автотранспорта. Совсем не врахованы в этом проекте потребы людей с обмеженными физическими возможностями. Не маю им доступа сегодня в архив. Ни конференц-залов, ни специальных читальных залов, не говоря уже о кинозале, выставочном центре и сувенирной лавке, в проекты пристройки нет. Более того, хранящиеся в здании на Жуковского документы в ней придется в буквальном смысле слова «втолкнуть». Настолько велика разница между той площадью, которой архив занимает сейчас, и площадью пристройки. На создание же архивного комплекса в мировых стандартов на площади 12 тысяч квадратных метров средства из облбюджета не выделены. В то же время вопрос с помещением для архива стоит очень остро. Если мы остановимся только на этой прибудове, невозможно будет принимать документацию от фонда утворяющих. А сейчас, почти 30 лет, архив не комплектуется в полной мере. Неможливо будет переместить комплекс материалов по истории Бессарабии, которые сохраняются в коммунальной установке измельских архив, на обычных архивных условиях. Там деревянные стележи и печное опаление, которое заборонено всеми нормами сохранения национального архивного фонда. И вимога Министерства юстиции станет переместить 2 тысячи метрических церковных книг из Измаилла. И если мы их приймем, а мы их должны принять и выполнять закон, то, как будет, архив больше не будет. Председатель Одесской облгосадминистрации заявил, что вопрос Государственного архива Одесской области нужно решать в рабочем порядке. Рекреационная земля межрейсовой базы моряков вновь вернется в собственность города по решению суда. Возродить ООО «Алькор», посредством которого землю базы хотели приватизировать, не удалось. По итогу, для того, чтобы не вдаваться в юридические тонкости того, что происходило, я должен донести до одесситов главное. Судебная коллегия приняла решение наконец-то. Решение это не окончательное, потому что оно может быть обжаловано в высший административный суд. Но суть этого решения предельно простая. Никакого с реерконацией юридического лица для того, чтобы отобрать землю одесситов, не будет. История с рекреационными землями межрейсовой базы моряков уходит в далекие 90-е. По тогдашней схеме дерибана многих курортно-санаторных объектов вместо полного комплекса здесь появились дачные участки. Фирма «Алькор», занимающаяся землями базы, расположенная недалеко от французского бульвара, вскоре самоликвидировалась. И, казалось бы, возврату земли в собственность уже ничего не мешает. Однако решения судов были приостановлены по иску внезапно возрожденного ООО «Алькор». Дескать, в документы о ликвидации общества закралась ошибка. И судьба рекреационной земли межрейсовой базы моряков вновь решалась в суде. Эта фирма раздала земли территориальной громады, не имея на то права, и тут же была ликвидирована. Также в 2013 году суд Приморского района Одессы отменил это решение о раздаче земли и вернул землю собственность территориальной громады. А в декабре уже 2016 года некие люди попытались восстановить фирму «Алькор» и отменить то решение Приморского суда с помощью, опять же, одного из судей, одну из судей Приморского суда, и обратно отнять эту землю территориальной громады. Собственно, здесь мы собрались для того, чтобы махинации, вот эти вот, за ними, посмотреть за ними, проследить и прекратить. Хотим, чтобы землю обратно вернули в собственность территориальной громады, так как это было изначально. В понедельник утром на Тираспольском шоссе столкнулись иномарки. Пострадали два человека, в том числе ребенок. Автомобиль «Фольксваген» врезался в «Опель», травмированы двое пассажиров «Фольксвагена», в том числе и 12-летняя девочка. Пострадавших увезли в больницу, сообщили в патрульные полиции. Еще одна авария с пострадавшими на улице Дальницкой. По предварительной информации, водитель автомобиля «Дача» не уступил дорогу «Мерседесу» и столкнулся с ним. Затем автомобиль отбросило на «Деу» и «Ниссан». Пострадали водитель и пассажир «Дача». Пострадавших увезла скорая. В Измаиле взорвался автомобиль, принадлежавший сотруднику криминальной полиции. Мужчина не пострадал, а вот жена и дочь полицейского травмированы осколками стекла. В момент ЧП полицейский уже сел в машину, а его жена с ребенком только подходили к ней. Водитель не получил никаких травм. У женщины перелом и раны от осколков стекол. Девочка также пострадала от разлетевшихся осколков. По словам экспертов, взрывное устройство было маломощным. По одной из версий, преступники хотели не столько нанести существенный вред здоровью, сколько оказать психологическое воздействие. Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения двоим гражданам, которые были задержаны во время беспорядков 4 августа у здания прокуратуры области. Их отправили в следственный изолятор с возможностью освобождения под денежный залог. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети советник начальника главного управления национальной полиции Руслан Форостяк, подчеркнув, задержанный со стороны застройщика, то есть Кадоргрупп Кивана Аднана. Напомню, что нынешнему задержанию кадоровцев предшествовала серия скандалов, в числе которых растиражированное в СМИ предписание ГАСКО о запрете строительства высотки на улице Каманина и волна масштабных акций протеста против застройки одесского побережья жемчужинами. Также одесситы неоднократно жаловались в социальных сетях на качество разрекламированных домов Кадор, в частности, плохую звукоизоляцию, проблемы с парковками и многое другое. Сам Аднан Киван не один раз заявлял об уходе со строительного рынка. Вот одно из таких заявлений. Уже не строим! Где ваши 10 тысяч лет? Уже не строим в Одессе! Мы уже не строим! Мы пошли уродом! А уже не надо! Мне уже не нужно! Пожар на Большом Фонтане, в районе 13-й станции, на склонах, горела сухая трава. В жаркие дни пожарные выезжают на подобные возгорания десятки раз, рассказали в ГСЧС. Спасатели в очередной раз обращаются к жителям и гостям области с просьбой соблюдать правила противопожарной безопасности, не выбрасывать на землю окурки, сигарет, горящие спички, не разжигать костры. Ежедневно спасатели главного управления ГСЧС Украины в Одесской области выезжают на ликвидацию пожаров сухой растительности на открытой территории в экосистемах до 40-45 раз. Спасатели Одесской области еще раз обращаются ко всем жителям и гостям нашего региона. Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности, не сжигайте мусор, не разводите костры на открытой территории, ведь температура воздуха в данный момент достигает до 35-40 градусов на солнце. Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности. В Татарбунарском районе недалеко от села Лебедевка накануне горел лес. По сообщению спасателей, огонь охватил деревья и сухую траву. Уничтожено 7 гектаров зеленых насаждений. Люди не пострадали. В целом, по Украине только за минувшие сутки зарегистрированы свыше 300 пожаров на открытых территориях. В случае обнаружения загорания сухой травы на склонах города Одессы или на открытой территории в области, звоните по телефону 101. Не старайтесь сами тушить огонь. Это может привести к травматизму или, не дай бог, гибели человека. Спасатели призывают не провоцировать пожары и напоминают, что за умышленный поджог сухой травы согласно действующему законодательству предусмотрена уголовная ответственность. Еще одна проблема, возникшая из-за высокой температуры воздуха. Одесситы говорят, работы по модернизации сетей проводятся не в должном объеме. Электросети не выдерживают нагрузки, происходит замыкание, горит проводка. Целые кварталы остаются без энергоснабжения. А жители многих домов Суворовского района с субботы оставались без электричества из-за пожара на трансформаторной подстанции. Пожар на трансформаторной подстанции на улице Академика Заболотного произошел еще в субботу около 10 вечера. Без электроэнергии почти двое суток оставались дома на улицах Жолио-Кюри, Крымской, Паустовского, Марсельской, Затонского, Днепропетровской дороги и ряде других. В рамках городской программы здоровья выделяются средства для проведения обследования ряда категорий одесситов на гепатит С. Этим недугом страдают миллионы людей в разных странах мира. Украина входит в число государств с высоким уровнем заболеваемости, говорят специалисты, и призывают регулярно проходить обследование. По словам специалистов, ежегодно в разных странах мира регистрируются сотни тысяч случаев заболевания и гепатитом С. По состоянию на 15-й год известно, что в мире примерно 325 миллионов человек живут с гепатитом С. К сожалению, это такое заболевание, о котором многие пациенты узнают совершенно случайно при обследовании, ну или в том случае, если они начинают себя неважно чувствовать. Как правило, это бывает при случайном обследовании. Пациент узнает, что у него вирусный гепатит С. Эта проблема напрямую касается и Украины, говорит специалист. Украина входит в число стран с высоким риском заболевания гепатитом С. И наша область не исключение, тем более мы город Портовый, большая миграция населения, и у нас преобладает, на Украине вообще, и в Одесской области преобладает первый Б-генотип вирусного гепатита С. Чтобы вовремя выявить и начать лечить это опасное заболевание, либо чтобы удостовериться в том, что вы здоровы, необходимо регулярно проходить обследование, советует специалист. Для некоторых категорий одесситов оно бесплатное, деньги выделены из бюджета. Обследование проводится в рамках городской программы здоровья. На 2017 год было выделено 1 млн 213 тыс. гривен для обследования пациентов методом ФА на хронический, на вирусный гепатит С. Не все контингенты, то есть те, которые подлежат бесплатному обследованию. Это беременные женщины, это призывники, это медицинские работники, которые по роду своей работы сталкиваются с большим количеством манипуляций, имеют высокий риск инфицирования. Это дети первого года жизни рецепиенты крови. Это дети детских домов и больные с подозрением на вирусный гепатит. Вот эта группа пациентов обследуется за счет программы здоровья. Украина вошла в печальный список стран, где высок уровень заболеваемости гепатитом С, говорит эксперт. Монголия, Нигерия, Пакистан, Уганда, Вьетнам. Они несут на себе почти 50% глобального времени хронического гепатита. Кроме того, 17 стран с высокой распространенностью болезни. Это Камбоджа, Камерун, Колумбия, Эфиопия, Грузия, Киргизстан, Марокко, Непал, Перу, Филиппины, Сьеролеон и Южная Африка, Танзания, Таиланд, Украина, Узбекистан и Зимбабве. Вирус гепатита С передается половым путем и через кровь. Вакцины от него не существует, говорят специалисты. Чтобы избежать заболевания, говорят врачи, необходимо прежде всего вести здоровый образ жизни и внимательно относиться к своему здоровью. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. Каким бы жарким ни было лето, вслед за ним придут осенние и зимние холода и, следовательно, наступит отопительный сезон, готовиться к которому необходимо загодя. В полном разгаре работы по ремонту теплотрасс на ряде улиц города. Завершить их планируют к 10 октября, говорят профильные специалисты. После работ по ремонту теплотрасс необходимо сразу же приводить проезжую часть в надлежащее состояние. Такое указание в ходе аппаратного совещания дал городской голова Геннадий Труханов. Давайте возьмем за правило и, может быть, если получится, сделано улице Пастер. При проведении работ мы будем делать от тротуара, от бордюра до бордюра проезжую часть полностью единым полотном, что будет качественно, не будет всего каких-то ям и так далее. То есть при проведении таких работ нас синхронизируют наши действия. Одесский архив остро нуждается в дополнительных помещениях для хранения своих многотысячных фондов. А принимать новые документы архивисты не могут уже несколько лет. Острую тему обсуждали в понедельник на аппаратном заседании в облглсадминистрации. В рамках доклада о работе архива за первое полугодие 2017 года Лилия Белоусова еще раз подчеркнула резонансный вопрос касается не просто помещения архива. Его решение это сохранность исторического наследия не только Одесского региона, а всего Причерноморского края. Фонды и документы архиву зберегаются в трех местах у двух будивлях Одесси по вулиці Жуковська, 18 и по вулиці Пироговська, 29 и в коммунальной установке Измильский архив. Головный корпус по вулиці Жуковська, 18 площадью 2788 квадратных метров колишня Бродьская синагога везвана аварийною с 1988 года. Корпус номер 2 по вулиці Пироговськи, 29 колишний парт архив 2941 квадратный метр эксплуатуется с 1972 года потребует модернизации. Ви бачите такие картинки дивные и очень сумные когда протекает дах опалывание недостатнее система климат-контроля отсутствия заполненность архивостковых 110% и национальный архивный фонд требует перемещать потому что там после снегоходов и дощей просто калюжи. И в 2016 году было выделено 380 тысяч на капитальный ремонт магистральные теплотрасы и внутренние системы опаления однако необходимое утепление стин потому что это бетонное примещение и надзвичайно некомфортные умови працівникам архиву. Я уже не говорю про то, что этот дом потребует капитального ремонта и вот станет решение проблеми. Головный корпус по вулице Жуковска, 18 рік тому въеденный був подарованный одесский религийный одесский громадь Хабад Шамрей Шабос. Для перемещения архиву сессия Одесская областная рада приняла решение про добудову 9-поверхової прибудови площадью 1695 квадратных метров до такого корпуса на Пироговске 29, який теж потребует капитального ремонта. И мало того, что площадь архива уменьшается на 1000 квадратных метров загальна потреба архива на сегодня становится 12000 квадратных метров. Виникает вопрос, каким же вы решили это вопрос? Пожар на Большом Фонтане в районе 13-й станции на склонах горела сухая трава. В жаркие дни пожарные выезжают на подобные возгорания десятки раз, рассказали в ГСЧС. Спасатели в очередной раз обращаются к жителям и гостям области с просьбой соблюдать правила противопожарной безопасности, не выбрасывать на землю окурки, сигарет, горящие спички, не разжигать костры. Ежедневно спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области выезжают на ликвидацию пожаров сухой растительности на открытой территории в экосистемах до 40-45 раз. Спасатели Одесской области еще раз обращаются ко всем жителям и гостям нашего региона. Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности, не сжигайте мусор, не разводите костры на открытой территории, ведь температура воздуха в данный момент достигает до 35-40 градусов на солнце. Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности. В рамках городской программы «Здоровье» выделяются средства для проведения обследования ряда категорий одесситов на гепатит С. Этим недугом страдают миллионы людей в разных странах мира. Украина входит в число государств с высоким уровнем заболеваемости, говорят специалисты, и призывают регулярно проходить обследование. На 2017 год было выделено 1 миллион 213 тысяч гривен для обследования пациентов методом ФА на хронический на вирусный гепатит С. Не все контингенты, то есть те, которые подлежат бесплатному обследованию. Это беременные женщины, это призывники, это медицинские работники, которые по роду своей работы сталкиваются с большим количеством манипуляций, имеют высокий риск инфицирования. Это дети первого года жизни рецепиенты крови, это дети детских домов и больные с подозрением на вирусный гепатит. Вот эта группа пациентов обследуется за счет программы здоровья. Обо всех этих и других важных событиях огня мы расскажем в наших следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин